Здесь уже игроки распикивают своих персонажей, Evil Geniuses берут, соответственно, себя Слардара для крита, Фир садится на Варлока, Бистмастер, Юниверсер, Тизи, Тини, Сумайл, Квин оф Пейн, Виномансер, соответственно, там, я так понимаю, всё-таки для Рьоа, Явар на Венжевол Спирит, Фли на Элдер Титани, Снэйкинг на Розория, и в итоге, таким образом, всё примерно и получается. Ну и Стэнкинг, конечно же, на Энжи Спарейшн. Что ж, 1-1 счёт, и решающая третья карта, снова 5 зарандомленных персонажей от команды Вичи Геймин Джереми, Шторм, и 4 зарандомленных персонажа от коллектива Evil Geniuses. В этот раз Сумайл всё-таки отправляется на Квин оф Пейн. На мидл-линию будет, там стоять будет, конечно же, уже всё-таки получше немножечко отыгрываться, чем команда Вичи Гейминг. Ну и Ортизи. Конечно же. Со своим сетиком, со своим светящимся тиней, как обычно это и происходит. Ну и Вичи Гейминг Джереми в Смоуке разошлись, поставили варды, и наверняка будут забирать также ещё и руну команды Evil Geniuses. Соответственно, здесь пока что Сумайл вместе с Критом находятся примерно на мидл-линии, и я так понимаю, Квин оф Пейн будет себе стопить крипов. Ну а Юнивер заберёт как раз-таки руну на верхней линии. В принципе, опять же, смотрится это достаточно неплохо. Так, ну и Evil Geniuses. Всё-таки готовы сейчас против Вичи Гейминг Джереми Шторм. Потихонечку, потихонечку, потихонечку начинать выигрывать. Ну, посмотрим. На самом деле, опять же, всё-таки ещё абсолютно ничего не ясно. Обе команды могут как выиграть, так и проиграть. Ну и с другой стороны, как бы, можно сказать, что здесь мотивация выигрывать довольно-таки размытая для обоих коллективов. Главное, получить удовольствие. Вот мне кажется, что действительно пока что, что мы, что, соответственно, сами команды, такого большого удовольствия не получают от этих матчей. То есть они, по сути, играют просто в вол-рандом, по большей части случаев. Там в этот раз пикнули всё-таки Квин оф Пейн для Квин оф, для Сумаила. Сумаил попытался сделать паут под Тир 1 Тавером, но, действительно, слишком далеко как-то зашёл. Не совсем понятно даже, что он по Тир 1 Тавером делал, чтобы его там ещё и сам Тавр отбил. Ну и в итоге, первая кровь для команды Вичи Геймин Джереми. Что ж, Сумаил ошибается. Сумаил, видимо, привык всё-таки умирать на прошлой карте на своём Тускаре. Ну, в этот раз, конечно, всё-таки Квин оф Пейн и персонаж, который даже вначале немножечко потоньше, чем Тускар. Да, надеемся, что всё-таки Сумаил начнёт уже играть как-то более-менее серьёзно. Тем не менее, Фли. Делает этот всё телепорт. Ну и в итоге 2-0 пока что в пользу команды Вичи Геймин Джереми Шторм. Артизи. Ну, Артизи дерево взял. Артизи просто тут уже своим большим-большим... Деревом ломается потихонечку. Лица крипам. Держишь Флоспирит. Могут сейчас попытаться подцепить. На самом-то деле кинул дерево. Нету пока что ещё Тоса. И... Догорит. Догорит Явар. Попытается, конечно, отхилиться Тангусом. Но регена не хватает. Да, Явар. Явар! Выживает на 10 хитпоинтах? Ой-ёй-ёй-ёй. Недооценил я, конечно, силу регенерации Тангуса. Ну и на самом-то деле у Фира. Конечно, Шидоу Ворд ещё слабенький. Так что пока что убить не получается. Ну что ж, на метал-линии пока что Сумаил добил в два раза больше крипов, чем... Его Визави. Чем Рио. Убили Аппаратшину всё-таки ещё на нижней линии. Здесь ведь гейминг Джереми. Смогли всё-таки... Свою первую смерть. Отдать. Конечно же, Стэн Кинг. Достаточно тонкий персонаж. С Exploration. Всего лишь три единицы брони. Ну и против Тинни, против Варлока. На самом-то деле против такой агрессивной достаточно даблы. Конечно, саппорты достаточно часто умирают. Да, ну Тинни продолжает пока что абсолютно спокойно фармить. Деняет крипов. Добивает. Ровно тем же за самым ударом. Ну и в принципе, опять же, у Тинни всё тоже более-менее нормально. Десять крипов добитых у него имеется. Состоят трипла на триплу. И в итоге посмотрим, что на верхней линии творится. Да, здесь Рейзер. Рейзер, который всё-таки стоит. Хард. Юниверс, который тоже отвёл крипов. И в итоге под башней у себя потеряла башни. И их фармит. Ну и... Интересно. Интересно. Вот так вот разошлись, конечно, на верхней линии. На нижней линии тем временем проблемы были очень большие у Виномальсера. Большие проблемы у Веншфол Спирит. В Веншфол Спирит, правда, уже проблем не имеет. Она находится в таверне. Стэн Кинг получает. Всё-таки нет, даже не получил крашек от Элдер Титана Крит. Пока что живёт. Его подхиливает Фир. Артизи засыпал гречкой. Ну и в итоге пока что... Вроде как пришёл сюда всё-таки. Снэй Кинг теряет. Смотрю, как... И фарм на линии. Но Артизи может попытаться убить. Не получается убить Артизи. Артизи просто уходит к себе под тавер. И абсолютно спокойно сейчас будет отхиливаться. Возвращаться к себе на линию. И продолжит свой фарм. Ну и... Вичи Гейм и Джереми. Действительно сейчас очень много ресурсов стянули на нижнюю линию. Очень... Немало они потратили на то, чтобы туда перетянуться. Так, ну и Крит. Крит тоже будет сейчас просто хилиться на фонтане. Ну и Evil Geniuses в принципе пока что лидирует по золоту самую малость. Лидирует опять же по счёту. И вроде как вот единственная проблема. Единственное, чего не хотелось бы здесь видеть вообще. Это Рейзер. Рейзер, который абсолютно спокойно всё-таки фармит на этой линии. Рейзер, который имеет 26 добитых крипов. И это всё-таки слишком много. Не командующих гейминджерами. Так, ну и Фир. Получает статик линг. Высасывает из него немало урона. Сейчас, конечно же, Снейкинг. И в итоге убить, конечно, не получается. Типа вот работает. Вот на верхней линии. Сейчас планируется всё-таки драка. Артизию. Есть у вас. Попкидывает всё-таки флией. И есть крашик. Который заканчивает жизнь. Элдор Титана. Ну и решили всё-таки вот так вот поменяться очередной раз линиями. Трипла сверху сместилась на трипл снизу. Ну, для Бисмастера это, на самом деле, не самая лучшая ситуация. Потому что ему всё-таки хотелось бы фармить лес. А фармить лес снизу не так приятно. Не так хорошо. Но не так рядом там находятся баунти-руны. Которая тоже для оффлейнера достаточно важный атрибут. Да, тем не менее, всё-таки Виномантер вместе с Сумаилом умерли буквально в один день. В одни и те же десять. В одну и ту же минуту, можно сказать. В конце концов, тем не менее, продолжалось там всё это время движуха на нижней линии. Там Рейзер всё-таки смог добить Виновпейн. Ну и Снэйкинг. Даже достаточно неплохо должен выфармливать в этой игре. Ну и Рьё. Да, на сложной линии стоит, конечно, сейчас. Но всё равно Юниверс пока что ему не особо мешает. И помешать вообще Рейзеру будет сложно. Тем более, такому герою, как Бисмастер, это всё-таки Лилишник. Милишник, которого ты очень легко поймаешь стать Клинкой, который просто из него не выйдет ни в коем случае. Что ж, посмотрим, что из этого в итоге выйдет. Есть уже и фейзы для Рейзера. И на самом-то деле, учитывая пассивную способность, которая у него появилась в новом патче, он должен здесь фармить достаточно быстро. И, может быть, даже будет чуть быстрее, чем Артизи. Хотя, с другой стороны, всё-таки Тинни, это герой, который со 100% расплэшом должен фармить, ну, прям невероятно быстро. Так, есть отсюда крашик от Элдор Титана. Попытались Артизи заслипать. Артизи будет пытаться отсюда уйти. Это самое главное. Крашик работает от... Уже Слордара. Ну и, конечно же, Фли пока что не смог. Не смог ничего сделать. Никого здесь не убили. Ну и, конечно же, для Артизи это плюс. Артизи сейчас встаёт. Может отхилиться на шрайне. Даже просто-напросто съедает в фласку и... Будет возвращаться на линию. И втроём там, конечно, стоять уже 100% никто не будет. Хотя, с другой стороны, должен... Должен сейчас, да, прежде всего, на самом деле, стянуться на мид. Тут проблемы могут быть у Виномальсера. Ну, накинул. Конечно, Шедоу Страйк. И больше пока что ничего Рио здесь неприятного не видит. Так, на верхней линии. Есть всё-таки Хастом. По Криту, по Артизи попали. Ну и нужно отсюда уходить. Нужно убегать Артизи. Всё-таки поменьше мостспида будет, чем у... Того же самого... Рейзера. Ну и в итоге... Всё же получается уйти. Юниверс просто пришёл и убил Виномальсера. Действительно... Немного опасно. Опасно здесь играл с огнём Виномальсера. Ну и, безусловно, как-никак, Бестмастер тоже достаточно сильный персонаж, которого не стоит недооценивать. И сейчас уже с нейтральным крипом, с помощью Праймал Рора, получается забирать. Ну и внизу есть Моук. Вот команды Вичи, Гиммин, Джерми, Шторм. Явар. Должны выйти на Крита, есть уже Стан, накинул Минус Армор, Слардар. Большие проблемы, Крит, скорее всего, здесь уже не выживет. Ну и спринт он тоже сразу не стал продюзать. Да, совсем уже меня плавит, друзья. Не стал он продюзать спринт. И со спринтом, возможно, мог бы как-то уйти. Но, возможно, он был в кулдауне. В принципе, что наиболее вероятно. Тут очередной раз и Хастомб, и Хастомб, который попадал по Бестмастеру, но в итоге все-таки погоня дальше уже за Снэйкинком. Артизи подкидывает Юниверса. В итоге уже Хастомб подкатился новый. И большие проблемы. У Артизи он под минус армором. У него минус 6 армора. Артизи пока что живет на последнюю тычку от Фелдера Титана. Конечно, будет заканчивать его жизнь. Evil Geniuses подрались. Ну, наверное, все-таки более-менее ровно в этот раз. Побольше золота получили за Рейзера, но все-равно Тинни, конечно, потеряли. Это неприятно. Но это не критично, потому что, по сути, разменялись первой ролью на первую роль. Смотрим, что же будет на этой карте происходить дальше. Юниверс. С медалькой есть у него транквилы, и планирует он делать себе все-таки выстроение экономиконы. Появляется книжка у Энштопарейшена. Он динает просто Аркейн Руну. Да, мог бы ее забрать. Мог бы забрать, мог бы... А, ну у него нету все-таки ультимативной пока что, так что, по сути, особо-таки смысла нету. Ну что ж, ВИЧ Кеймин Джерми Шторм. Нужно пытаться дальше прессовать оппонентов, потому что потом Тинни уже будет слишком опасным. Как раз-таки сейчас Коргерой и команда ВИЧ Кеймин Джерми та же самая в Веншфолл Спирит. Разогнана очень неплохо, потому что стики есть, есть, конечно, там ПТ-шка, Теквила. И вот такое вот большое количество дешевых артефактов очень неплохо позволяет все-таки персонажу в мидгейме себя чувствовать. Сумаил, тем не менее, попытался ворваться. Есть здесь поезда нова, но получается убить Веномальцера. Сумаил будет ли сам жить? Его пока что отхиливают, но тут проблема у Стэнкинга. Стэнкин должен убирать уже, скорее всего, корзивхейст. Правда, пока что не получается его добить. И Стэнкинг уходит отсюда просто на лох. И поэтому буквально одной тычкой от любого саппорта хватило бы, чтобы его забить. Ну а Сумаил все-таки пленкается и пленкается, конечно, не очень хорошо. Да, отправляются в таверну. Фир, тем не менее, все же получается сейчас Стэнкинг из него высасывают урон и он здесь делать тоже ничего не может. Еще Варлоком... Варлок Големом немного подфидил. Файт, конечно, не очень хороший для команды. И Вилджинилсес. Ну, Элдор Титан очень жестко всех зонит. Нужно что-то придумывать против него. Крит. Зацепился от Келдор Титана. Попытался застомпить. Ну и только лишь после окончания анимации к тычке получил скрита застомпить. Видимо, сам не ожидал, сам на себя попеликал. 12.10. Счет на этой карте. Соответственно, 12... 13-ая минута. 12 убийств у команды Evil Geniuses. 10 у коллектива Вичигеминжерами Шторм. Ну и Артизи. Вместе с Юниверсом сейчас могут встретить Снэй Кинга. Юниверс получает Статик Линк. Статик Линк разрывается. И у Снэй Кинга здесь уже будут проблемы. Правда, есть все-таки ультимативная от Энш Топорейшена. Ну и в итоге получается забрать Тинни. Начитной размен более-менее равный. Правда, вот сейчас Энш Топорейшен сам умирает еще. И в итоге конечно же это не очень хорошо смотрится. Не то, чего хотелось бы увидеть. Умирает Виномайнсер. И команда Evil Geniuses выигрывает файт. Все-таки получается по файт-рекапу 1 в 3. Ну, выиграли около тысячи единиц золота. Весьма-весьма неплохо. Так, ну тут Юниверс. Юниверс с Ястребом. Должен сейчас конечно видеть Элдор Титана. Крит. Выходит из-за угла. Ну и должны, должны, должны на него сейчас все-таки выбрыгнуть. Есть Блинкдаггер у Крита. Нет, нет Блинкдаггер у Крита. Здесь я немного ошибся. Но зато он может очень быстро бегать по речке. Прямо сейчас может поражать свой спринт и пойти бы быстро и застанет Снейкинга. Ну, с другой стороны Снейкинга это не совсем тот персонаж, которого хочется убивать в первую очередь. Все-таки достаточно бронированный герой и 1600 хп пробивать совсем не хочется. Но есть Слардар. Слардар, у которого сейчас первый уровень ультимейта. Стомп уже проюзан от Элдор Титана. Тем не менее на Артизи вышли. Ну и все же получается. Дело здесь убийство. Айс Бласт конечно работает уже второй раз. С помощью Айс Бласт забирают Артизи. Должен начать хейтить этого. Значит, проишина Явар в итоге свапается. Все-таки вы свапает своего тиммейта. Сумаила должен убить прямо сейчас. Сумаила отправляется в таверну. Снейкинг будет пытаться под коррозив хейзером как-то выживать, но выжить у него скорее всего уже никак не выйдет. Хотя пока что сейвит его Элдор Титана. Откинул хорошую зонщую ультимативную. Но и Рейзер все же отправился в таверну. Но это размен 1 в 3 в пользу команды Вещегеймин Джерми Шторм. Не совсем нужно здесь конечно драться к команде Evil Geniuses после того как умер Артизи. Но решили подраться и в итоге вот оно чем все закончилось. Да, непонятный какой-то мув от Evil Geniuses. Они действительно здесь ошибаются. Дрались 4 на 5 после того как убили их мейн-кор-героя. Который между прочим еще и в драксе весьма-весьма неплохо чувствовал. Ну надо было какой-нибудь тост действительно там проюзать. Очень неплохо Тинни мог бы там гречкой засыпать. Ну и конечно АОЕ дэмэдж так как стояли Вещегеймин Джерми Шторм АОЕ дэмэджа от дерева там влетело бы весьма-весьма немало. Так есть смоук. Виасмокинг уже писать не надо как в первый день этого турнира. Ну и крит сейчас должен подставиться есть понимая с бласт закинули еще и мачек миссайл и в итоге получается все-таки забрать конечно же Слардара Теперь два тавр должны уже забирать потихонечку Вещегеймин Джерми Шторм и на самом-то деле конечно должен должен тавр упасть Так наведал линии все-таки Снэйкин преследует Резора Ой Резора Артизи он преследует и Артизи пока что убить не получилось ни в коем случае не хватило Дэмэджа залетает все-таки в итоге паттерн от Квин оф Пейн со Скрим оф Пейна и умирает Резор пыталась все-таки Венши Фолл Спирит его сейвить но в итоге этого сделать не получилось Ну что ж есть Маск оф Мэднес у Венгии можно было бы попытаться пофармить Артизи Будет будет пытаться дальше сейчас конечно Делать себе Сашу Яшу потом сделать Кирасу и в принципе после Кирасу уже можно будет Можно будет Хотел сказать писать пропало команде Вички Мейджер Шторм но с другой стороны потому как сейчас все идет еще и непонятно кому тут придется писать пропало Но в любом случае Артизи очень сильно усилит свою команду если у него появится Кираса он усилит мистмастера Юниор скажет ему за это большое спасибо Большое спасибо скажет также еще его неокрайными иконы Ну и в любом случае конечно больше дэмэджа по ТВ рам конечно же Тине здесь понадобится Кираса но до Кираса еще уйма времени может быть возьмет себе какие-то более ситуативные артефакты так врывается все-таки Крит вот он первый врыв как раз после Блинк Даггера насладает получается забирать соответственно сейчас ой 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 как хорошо залетел ультимейт от Нерда Титана и в итоге получается забирать сейчас Queen of Pain Queen of Pain отправилась Таверну там еще пара персонажей тот же самый Тине Лоу ХП ну и Артизи может просто догореть Артизи должен догорать Фир тоже его здесь все-таки Венгап поднатыкала ну и последняя тычка от Веншфол Спирит очередной раз Явару отдался все-таки Тине Тине никаких скиллов прокастовать здесь не смог ну и минус 4 4 вразмен на троих действительно все-таки выигрывают этот файт игроки команды Вичи Гейминг Джерми Шторм ну и 500 золота за этот файт получили для себя достаточно неплохо Сил Света разрушена Центральную башню Сил Света атакуют Инвизибилити сумел решил подфармить лиса что вообще в карманах у игроков Фир сделал себе все-таки Мидас и пока что закупается полностью вардами Крит наконец-таки одоелся Блинк Даггер но мы уже видели в прошлом файте что с Блинк Даггером даже подраться не получилось здесь успешно для команды Ивол Джинилс соответственно Бестмастер пока что не апнул еще Некрономиконы но на самом деле уже очень скоро сможет это сделать вот прям сейчас добивает крипа и может нести себе очередной рецепт ну и что же решить Юниверс сделать себе сначала Блинк Даггер или же прапать Некрономиконы на самом деле конечно прапать Некрономиконы будет более банально такой самый обыкновенный билд но вот если с Блинк Даггером с Праймел Рором как-то врываться то действительно может это в файте очень неплохо поднабустить команду Ивол Джинилс но с другой стороны опять же тут сильный не поймешь что будет бустить сильнее команду ИГа так тем временем Разор Разора просто здесь засыпали не дали ему выйти из тана и конечно же отправили в таверну так Аквинов Пейн умирает на мидал линии все-таки подцепили ее Венш Фолл Спирит вместе с Элдер Титаном и Энш Тепарейшеном ну и не было даже ничего проюзано во всяком случае пока что по Файт Рекапу но на самом деле там было что-то проюзано такое ощущение что Файт Рекап нам немного не тот попался Итак Винга планирует собирать себе Блэкинг Бар Стэнкинг пока что просто ничего не думает даже планирует сделать себе просто книжку хоть на книжку бы ему денег хватило потому что очень бедный Саппорт находится на последней строке по Нетфорсу Элдер Титан уже имеет Юл есть конечно у него стики есть Драма Фендюранс вот сейчас Артизи очередной раз видели планировали на него выйти так есть все-таки скан и поняли что здесь в лесу кто-то есть Явар даже показался сам и понимает что у него сейчас дабл дэмэдж драться не особо таки хочется если быстро его не зафокусить все-таки выкинули Явара Явар правда улетел немного не в ту сторону в которую хотелось бы Явар свапается по Артизи все-таки взлетает из глаз очень большие проблемы Артизи все-таки умирает и ничего не получается сделать пока что Evil Geniuses Виномальсер раскастовал ультимейт Сумаил отправился в таверну ну и здесь уже точно точно все убивают потихонечку зоопарк без юниверса и на этом файт заканчивается да ну в итоге все же получилось забрать Венчифол Спирит Стардар выжил Стардар все-таки я так понимаю и добил нет добил Сумаил потом умер соответственно ну изменения по золоту опять же уже не такие большие потому что как-никак команда Вичиги Менжерами Шторм она лидирует по золоту и вот этот вот размен 2 в 3 не настолько сильно должен разброс по золоту давать в будущем Вичиги Менжерами есть Моук тем временем от команды Evil Geniuses готовится заходить на Рошана есть конечно же Коррозив Хейз должен Рошан забирать достаточно быстро ну и Руна Хасты конечно не помешают здесь в этом деле ястреб висит ястреб конечно же должен ситуацию сейчас показывать чуть не умирает Рошана кстати говоря ястреб и в итоге понимает понимает свою ошибку все таки а юниверс и отводит там есть хастах астах кстати говоря для Крита и это не самое не самый хороший выбор потому что Крит может быстро бегать и под своим спринтом а вот тоже самое артиз например мог бы побежать кого-то выцепить и с Айхсом подраться очень удачно там умирает Варлок Варлока здесь просто распотрошили Венжи Фолл Спирит уже очень сильно бьет с руки соответственно 200 единиц урона имеется с весьма большой скоростью атаки и брони тоже у Винги немало Винга действительно сейчас это просто какой-то монстр полная противоположность Тине Тине без брони хотя сейчас вот у него уже все таки есть броня из Сенжин Яши из-за того что он находится сейчас рядом с Тавером но этого конечно не хватает не атакуют Штепарэйшн летит на топ есть стан по Сумаилу Сумаила пытается сэвить все таки крит есть отсюда блинк и в итоге Айс Бласт не попадает по Сумаилу а можно будет попытаться еще и уйти дальше но нет приходит сюда Снэйкинг и все таки забирает Квин оф Пейн и продолжает продолжает свой стрик в этой игре так есть Эхостом получается конечно же Аркизи здесь заслипать но прослипали его слишком рано и в итоге все же убивает он здесь Элдор Титана Ризер помочь не может кстати Клинк был проюзан 157 единиц урона из Тини все таки высосли конечно там не только сроки уйти есть дэмэдж поэтому как раз таки здесь и побоялся дальше уже идти Рейзер так Рио вышел на Фира Фир прилетает Айс Бласт и Фир конечно здесь никуда не уйдет Юниверс сейчас рискует просто умереть от Явара тем временем убили Энш Топорейшена все таки Юниверс Юниверс получает конечно очень много дэмэджа с руки и Явар конечно просто раскладывает его но есть замедление и в итоге под БКБшка Снэйки уже дерется против Артизи Артизи здесь один находится и пытается хоть каким-то образом сейвиться сделать это конечно будет очень сложно Юа теряет Айгса Артизи есть смысл телепортов каких-то на шрайн но Артизи решили продать в конце концов все таки решили что слишком уж быстро его здесь убивают ну Явар просто какой-то сумасшедший в этой игре и фармит очень неплохо и конечно же по демажу здесь ему просто нет равных нижняя башня сил тьмы разрушена так что венга пока что очень опасно но Тини конечно прифармливает Венжи Фолл Спирит но пока что его артефакты все же более дорогие и не получается здесь использовать золото так же эффективно как на венге то есть много дешевых артефактов это все таки больше чем один какой-то дорогой обычно так бывает так оно и есть и в доте такое тоже присутствует так Виномансер Сумаил Риоа может попытаться конечно сейчас все таки найти Сумаила но Сумаил делает это все Топаут примерно понимает что происходило ну и команде Evil женился сейчас просто нужно подраться в пятером потому что драка в пятером у них конечно посильнее будет саурами от крипов того же самого бестмастера саура и бестмастера самого и с тем же самыми драмами которые есть у Тини но пытаются пока что расцвезоточиться по карте пытаются фармить как-никак если ты будешь постоянно ходить в пятером то ты будешь намного меньше формировать по этой карте так что нужно как-то разрядиться по карте и пытаться уже все таки здесь по золоту с их понят выигрывать ну тем не менее нету Тир 2 Тавра уже на верхней линии у команды Вичагимеджерми Тандер извиняюсь Вичагимеджерми Шторм Вичагимеджерми Тандер это китайская команда Тир 2 Тавр на Тир 1 Тавр на мидл линии стоит и внизу стоит только лишь Тир 2 Тавр у команды Вичагимеджерми Шторм Ну а вот у Evil Geniuses все же более печальная ситуация по поводу пуша ш дьё просто взорвали да там и голема проюзали абсолютно все проюзали ну теперь надо отхиливаться конечно на шране чтобы не умереть чтобы все таки сейчас уже можно было бы пойти и попытаться может быть даже кого-то зацепить Артизия приходит Артизия имеется уже практически имеется кераса осталось примерно 2000 до Хайперстоуна и будет полноценная кераса иметься у команды Evil Geniuses ну наверное подождут её всё-таки Тини пока что достаточно слаб у него 17 уровень Артизии хочется побольше брони прям намного больше брони 3 плюс 20 с другой стороны уже весьма весьма бронированный можно себе позволить подраться каким-то образом Стэн Кинг забирает паунтируну но тут Крит Крит который всё видел который понимает прекрасно где находится саппорт пятой позиции командующей гейминджерами Тандер и вот следующий вижен имеется пока что у Evil Geniuses надо примерно это понимать но против вичи гейминджерами сложно драться команда ЕГ с другой стороны есть конечно виномальтер виномальтер который с польза новый там просто всех раскладывает если хорошо закинет но есть селдер титан нужно инициировать Evil Geniuses нужно выключать виномальтер очень быстро примерно так должна драка для них исходить но позиционка у команды вичи гейминджерами шторм действительно грамотная и пока что виномальтер не подставляется виномальтер в первую очередь врывается а не кастует свой ультимейт а может просто на отходе для того чтобы выжить и венжем фулспирит да доделывает себе все-таки Silver Edge Артизи пытается ломать Родин Тавр мы должны его доломать сейчас глиф фортификации конечно закончится Артизи продолжает фармить очень даже неплохо ну и с Кирасой конечно Evil Geniuses должны уже здесь попытаться все же подраться как-то в свою пользу но даже не знаю сейчас игра немного приостановилась по графикам вообще преимущества большого не было никогда ни за одной из команд и Evil Geniuses вот сейчас уже сделали речевые артефакты на свиткор персонажах винов пейн не доделала пока что Шиву но Шива с Гуард это не тот артефакт без которого прям совсем не хотелось драться с другой стороны очень хорошо подбустит их инициацию хорошо подбустит возможность догнать кого-нибудь и клопы все-таки это очень-очень важно ну и Сумаил с БКБшкой БКБ 10-секундная можно будет действительно сейчас подраться скажем так ол-ин команде Evil Geniuses да ну и где 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 без зелья без удержанная не вижу видос мода не вижу ачивок сегодня Evil Geniuses и Вич гемин Джерми Шторм действительно просто играют какими-то рандомными пиками без выполнения ачивментов это просто наверное самое неинтересное что здесь можно было увидеть даже в чате друг на другом не подтрунивают сосредоточились на игре потеют потеют и такое ощущение что просто как Майл вчера говорил нужно назначить какого-то потного судью чтобы он присуждал потные очки тем людям которые потные штрафы штрафы за то что люди потеют и сейчас такое ощущение что у команды Вичи Гемин Джерми Шторм этих очков было бы даже больше чем у Вилджини так Артизи но в принципе это все как-то более-менее нивелируется тем что ЕГ могут точнее все-таки пикнули последнего героя сами они стали его рандомить но в Пейн взяли запотели снова никакого фана никакой романтики но Вичи Гемин Джерми Шторм все же потеют посильнее да пока что просто все конвейером происходит Вичи Гемин Джерми забирают Бестмастера забирают Варлока ну и безусловно заходят на Рошана сразу же попытается возможно Крит своровать Аеги скрит скрита заметили тут просто стоит уже Варт или же имеется гем да есть гем Вичи Гемин Джерми не прочекали не прочекали Эндж Топорейшна в итоге Стардар просто пришел и отдался не будет его 40 секунд ну и за это время с Аегисом конечно можно не так много делов наделать но команда Вичи Гемин Джерми планирует идти по миду причем это странное решение потому что на самом-то деле конечно стоит пушить другие линии возможно есть смысл подпушить Редуа Тавра на верхней линии но именно быстро Виномайзер прикупил себе еще и Каю ну должно неплохо смотреться все это дело ну и Тир 2 Тавр все-таки под Глифом а не под Глифом извиняюсь да под Глифом все правильно и Фортификейт и Фортификейшн Юниверс просто здесь иллюзии Веншифол Спирит разманали пытается дальше Рейзер уже под БКБшкой наносить как можно больше дэмэджа в драке но этого не получается сделал потому что прилетает все-таки Голем и Фир не хочет драться прям со всем командой Evil Geniuses не хочет драться без Голема в следующий раз Голема проюзали никого не убили потеряли Бестмастера это просто худшие сечения обстоятельств для команды Evil Geniuses которые можно было придумать ну и Крит Shadow Blade Blink Tagger ну был у него план Капкан чтобы забрать Аигас но в итоге этого сделать не получилось ну и решающая карта вот так вот затянулась вот так действительно команды все-таки напряженно играют ни одной команде не хочется выбывать турнира все-таки ну нравится нравится этот режим нравится конечно этот турнир я уверен что большей части публика большей части профессиональных игроков уж точно потому что вообще этот турнир второй сезон его решили запустить именно из-за того что игроки о нем очень хорошо отзывались и именно игроки предложили заново этот турнир перезапустить ну и студия Мундак конечно с игроками общается поняла это и запустили они этот Майдас мод тем не менее Тир-3 Тавер его вженился получая айс-бласс никуда нет по Криду все-таки попал Крид отправляется все-таки в Тавер но есть хороший ультимейт от Сумаила Сумаил только правда убивает сейчас Аегис Явар будет продолжать здесь жить Сумаил просто на ло хп отстухой большие проблемы у Бестмастера ну они вместе с Юниверсом попали под ультимейт Виномальдсера и действительно сейчас просто нечем драться против Виномальдсера команды Иволджинилсес просто на фонтане уже вынуждены по секунд 20-30 стоять ЕГ пока пушат их строение если попадают под ультимейт Виномальдсера да Веном очень жесткий Виномальдсер безусловно жжет прям не могу итак Варлок Вартизи сейчас 33 75 10 24 пол да друзья именно примерно так и получается как на этом мемасе к сожалению ну что ж завтра на самом деле у нас тоже очень интересные матчи на которые тоже стоит прийти посмотреть ровно в этом же турнире а уже достаточно скоро буквально через 2 часа а нет через 2 часа не будет Perfect World или же все-таки все-таки будет по идее должен быть должны быть квалификации сейчас как раз таки не квалификации а сам минор на каналах ухаба постараюсь сейчас вам дать какую-то информацию пока на карте все равно ничего не происходит но есть смоука от Evil Geniuses Арктизия идет впереди пока что ни блингдаггера ни что у Блэйда у Тини не имеется ну и конечно не хватает ему самого мастерскейпа да Perfect World минор сегодня не будет стартовать вот так вот рано утром его вообще не будет один день выходной тем не менее Сумаил получают сейчас очень неплохо игроки команды Evil Geniuses Явар здесь должен умирать убили Vengeful Spirit без Венги конечно драться уже будет намного приятнее и Сумаил пока что под ультимативный Веномальсеров все-таки идет по Тиртлитавр Сумаил это была ошибка Сумаил отравляется в таверну стоило ли вот так вот сильно рисковать собой для того чтобы убивать Сенсу Парэйшна это большой вопрос тем не менее Артизи справляется пока что с Элдор Титаном и нужно дальше пытаться хоть каким-то образом выживать правда возможности не остается 90 секунд не будет Тинни на этой карте он отправляется в таверну размен 4 в 3 и друзья у меня просто нету уже силы кричать на сегодняшний день на самом деле конечно Вичи, Геймин, Джереми очень грамотно провели эту драку там вот эти вот все ультимейты Веномальсера хорошо залетевшие давайте вообще посмотрим на итог боя ультимейты Веномальсера хорошо залетел там опять же был хороший Эрсплиттер от Элдор Титана который попал по-моему по двоим ну и Evil Geniuses конечно пятером здесь просто вайпнулись 5 в 3 размен полторы тысячи выигрывает за этот файт команда Вичи, Геймин, Джереми Тан Джереми, Шторм Нижнюю башню сил света атакуют Веномальсер пока что пытаются зайти на хэгграунд Вичи, Геймин, Джереми, Шторм 20 минут вообще 20 секунд не будет еще Тинья да уж я совсем поплыл друзья у нас там Тинь не будет 20 минут что еще интересного могу рассказать могу фраги попропускать вот ну постараюсь конечно этого не делать да ну что соответственно давайте сейчас еще разок пройдемся по артефактам команда evil geniuses здесь у универса после нехреном иконов после блиндаггера появился solar quest артизия решил делать себе дейдалус или же все-таки блатторн вот в чем вопрос безусловно нужен так есть крашек рио проблемы виномастер успеет ли раскасовать ультимейт его просто сбривают и рио отправляется в таверну на 80 секунд наверняка ему придется байбекаться такими темпами evil geniuses действительно могут развести на байбек еще раз убить ну и дальше обеспечить себе плавный заход на хейраунд но пока что это единичный случай посмотрим что же будет далее вот они криты криты на артизе уже очень неплохо увеличивают его дпс 42 минуты игры 32 на 40 счет на этой карте и артизе с бкбшкой 9 секундный на самом деле может раздать очень серьезно так queen of pain развела здесь на ультимативную энштопорейшна ну юниорс просто приходит надпушить да и драки пока что и вейдят обе команды не хотят без виновансера драться меча кименджерами шторм ну и хотят подфармить все-таки evil geniuses фармят они пока что все-таки в пятером быстрее чем их оппоненты ну и тем более есть артизи артизи который буквально за одну за две тычки забирается лупачку крипов так тем не менее элдер титан попытался здесь все-таки артизи как-то зацепить попытаться его все-таки пробить чем-нибудь ну артизи просто пока что не дают возможности подойти к вражеской базе а на самом деле очень быстро он должен расправляться уже со строениями так что команде меча кименджерами шторм нужно весьма осторожно играть потому что здесь одна ошибка буквально и они могут проиграть со всем преимуществом которое у них сейчас имеется до 8000 на самом деле на 44 минуте это не такое тоже большое преимущество соответственно этого мало итак смог вичагеменджерами будут пытаться сейчас найти могут найти кстати говоря сумаила сумаила правда не самая лучшая цель потому что у него есть блинка рошана надо успеть добить сейчас ивел джиниусы если сейчас летит все-таки виномастер сюда будут большие проблемы рошан добивает артизия должен забирать аигаса аигаса в итоге забрал сумаил немного такой мискоммуникацион получается у ивел джиниусы тем не менее продолжается файт артизия не может взять дерево артизия бкбшка съедает сыр но все же отправляется в таверну его смог разломать разор разор просто высосал весь урон и в итоге получается пока что этот файт все равно выигрывать у команды ивел джиниусы забирает они так же еще антиспорейшина сумаил пытается отсюда уйти по нему настреливает иллюзия от vengeful spirit ну и виномастер еле-еле смог сделать отсюда телепорт да элдер дитант уже вовсю крипскипит он увидел проигранный файт он понимает что ивел джиниус планирует там сломать ардва тавра планирует подпушить и крипскипит соответственно медл линию но ивел джиниусы чуть умнее конечно будут ивел и вместе с юниверсом подпушили уже и верхнюю линию сюда же так но тени нету это проблема тени нету потому что его убили в прошлом файте и пока что конечно ломать строение не так много функций имеется не столько скиллов чтобы соответственно эти строения ломать сейчас итак элдер титан да неплохо неплохо сейчас приняли конечно хэйграунде убили двоих соответственно не потеряли никого и команда вичи гейминджерами шторм неплохо действует да венга все-таки вынуждена была байбэкнуса я вар сможет выкупиться в следующий раз только лишь через 7 минут и этим нужно пользоваться если убить венжи фолспирит сейчас то команда ивел джиниуса сможет просто закончить эту игру очень быстро потому что пропушить им очень много чем есть ну не смогли стонать даже в кулдауне были некрономиконы у бестмастера или непонятно по какой другой причине он их не кастовал ну и тир 3 тавр снейкинг ломает потихонечку уже тир 3 соответственно есть артизи артизи вот нет инициации может только подойти крипов побить сейчас сторона должна падать сейчас сторона упадет возрождается все-таки бестмастер есть сюда айсбласт явара убили просто максимально быстро и без байбэка вечер фулспирит очень сильно подставили сейчас вечер гейминг жеремиш торм рейзер нужно накинуть блатторн стейкинга попытаться убить но тем не менее впрыгивает сюда еще и виноманцер и нужно просто на фонтан бежать всем игрокам команды evil genuels triple kill для сумаила но сумаил сейчас рискует просто сам умереть от ультимативной виноманцера блин ой-яй-яй-яй попытался попытался выйдить этот тик но в итоге все-таки блин был не совсем в нужную сторону да ну и стенкик все-таки пришел хотел доломать казарму магов у него этого сделать не получилось отправляться в таверну 70 секунд есть у команды evil genuels абсолютно свободных они могут в это время пофармить они могут все-таки попытаться спушить тире 2 тавр и наверняка все же должны сломать этот тир 2 ну и преимущества по сути уже такого нету за вичи гейминг жерми шторм все еще доделывает тени себе дезолятор решил после кристаллиса сделать мкб и мкб конечно на тине не самый желанный артефакт но с другой стороны что делать если против тебя миссы сломали тир 2 тавр будут заходить на хэгграунд 30 секунд не будет квин веншфол спирит и юниверс за это время вместе с артизи конечно должны разобраться артизи здесь просто разбирается с милл линией решили вместе с некрачами просто пропушить верхнюю линию здесь юниверс сумайл эфир ну и должен падать должен падать конечно этот лейн в артизи здесь ворвался виномайстер виномайстер конечно же дает ему очень немало но минус 2 стороны это сейчас будет для команды evil geniosus да сторону они сломали артизи умрет артизи поставился под айс бласт но в конце концов команда evil geniosus от этого в любом случае в плюсе голем также здесь еще бегает голем просто может немного подпушить сейчас тир 4 но это не так видимо важно и 7000 просто за один момент отыграли evil geniosus это невероятная сумма ну конечно сломали две стороны и очень много денег за это все дело получили да было бы конечно просто невероятно если бы они получили эти деньги с убийства героев потому что ну с такими стриками конечно очень сложно убить персонажей иногда это сегодня было было когда лифты играли против амитрофиты и получили там буквально за одну драку 6000 ну что мне кажется вич гейминджерами сейчас нужно уже просто задуматься над тем какие квесты они еще могут сделать там отправить умереть кому-то потом рассказывать 10 раз каким образом и почему он умер 30 секунд простоять во время на фонтане за 150 голды можно выполнить можно еще в принципе там парочку хороших скиллов сейчас подметить того же самого Рошана убить и команда Evil Geniuses кстати это может сделать могут убить Рошана могут забрать Аегис и отдать его самому персонажу которого меньше всего на Творс на данный момент из их команды это Сардар и соответственно отправить этого персонажа умереть с этим Аегисом выбить этот Аегис чтобы выбили его на нейтралы это тоже даст им определенное количество мунбаксов а мунбаксы это сила на турнире действительно за все придется платить и есть еще некоторые активности которые до сих пор не анонсированы но все же друзья там тоже будет на что потратить свои мунбаксы командам так есть Смоук Вичи Геймин Джерми Шторм пытаться выходить кого-то находить во вражеском лесу но абсолютно асимметрично действует им Evil Geniuses на верхнюю линию выходят ну и будут пытаться заканчивать эту игру прямо сейчас такое ощущение что Evil Geniuses действительно поверили сейчас себя очень сильно так в Смоуке Винга прибежала может прям сейчас доломать нижнюю сторону ситуация абсолютно равная тут только один барак под двором стоит у команды Evil Geniuses он не регенится ну и команда Evil Geniuses на самом-то деле ну не то чтобы очень сильно выигрывает на этой карте сейчас все очень ровно то есть и преимущество абсолютно в нуле что по золоту что по экспериенсу стоит отметить что и бараков словно примерно одинаковое количество тут бы стоял еще барак живой по которому одну тычку нанесешь он упадет и было бы прям полностью ровно да ну Артизи все еще не доделывает себе Дейдалус оставляет на байбэк он может ему понадобиться очень нравится эта игра еще и Сумаил 53 минуты да уж последняя карта сегодняшнего дня я не знаю за что почему почему так происходит да сейчас конечно не Дорохлов команде Evil Geniuses нужно эту игру выигрывать потому что они проиграли уже одну быстро в третью встречу если проиграть вторую то там уже будет решаться их судьба за вылет из турнира потому что четвертое место в каждой группе в группе А и в группе Б все таки в плей-офф часть не проходит уже в давную часть турнира не проходит точнее так ну и крит сделал Владимир после блинкдайгера ну и остается у всех пока что на байбэк давайте посмотрим вообще статистику по байбэкам нету у Квп нету у Апарэйшена нету у Веноманцера и было бы сейчас очень неплохо на самом деле убить того же самого Веноманцера потому что без Венома прям совсем не могут драться игроки команды Вичи Геймель Жереми Шторм без ультимейта по двоим по троим по четверым пятерым героям действительно команда очень сильно проседает ну а Evil Geniuses все таки пытается как-то на берст уроне выигрывать свои файты и если даже ультимейт все таки раскидывается то уже есть запас здоровья определенный на котором можно пожить а тем временем я все таки свап крит здесь пытается все таки крашки раздавать крашек был хороший по двоим но Виномастера должны прямо сейчас убить Виномастер отправляет с автовир но не прокасывал свой ультимейт без байбека байбекается отсюда слордар тени высосали весь урон рейзера бы как-нибудь убить и умирает бестмастер умирает Queen of Pain Queen of Pain без байбека ой-ой-ой-ой да такое ощущение что мы посмотрим на эту игру еще минут двадцать может быть полчасика потому что она не собирается еще заканчиваться прям совсем не собирается если бестмастер конечно сейчас не внуки от байбек если сейчас мечики Минжерами Шторм не пойдут без виномастера драться то игра не закончится ближайшие несколько минут 55 минут уже длится эта игра на самом деле очень редко вообще когда такое бывает ну что ж крит может прям сейчас даже если захочет на блиндайгере лететь но конечно бессмысла этого делать нету никакой надобности нужно байбек байбек бестмастер потому что вышли в финальный пуш игроки команды мечики Минжерами Шторм они спушат здесь все если все-таки с ними сейчас хорошо не подраться Рейзера пытаются дезеблять навесили на него пока что Лотус Снэйкинг сейвят его до последнего работает конечно БКБшка но получается его пробить Артизи очень сильно задамажил и байбек это сюда все-таки Рейзер Рейзер должен прилетать сюда на тревелах будет пытаться высасывать демэж из Артизи Артизи надо что-то придумать чтобы все-таки демэж из него так сильно не высасывали должен возвращаться сейчас еще именно мансер байбекается в Венжевол Спирит и такое ощущение что сейчас действительно последняя драка сейчас будет решающая драка и будет она на хайграунде у команды Evil Geniuses очень сильно похоже на то пришлось байбекнуться и умереть соответственно двум персонажам команды Вичи Гимин Джереми Шторм и пока что сыр еще умеется у Снэйкинга сыр кстати говоря он почему-то не прожимал до байбека может быть ему только после байбека его запулили но тем не менее да уже играют в 6 лотов практически все коры на этой карте ой-ой-ой-ой а сейчас может быть ошибка сейчас мог бы кто-то подставиться но нет нет все-таки КВП ушла отсюда да видимо у меня уже глюки мне показалось что кто-то вот в ту сторону куда-то сдвинулся из команды Evil Geniuses сумаю планирую сделать рефрешер на Квин оф Пейн да уж это действительно что-то так ну и артизи переложил ботинок в принципе ПТ-шка может если вдруг захочется и навзять обратно делает отсюда типа аут там крипы кстати говоря уже спушили 1-4 тавер на у команды вичи гейминджер шторм теперь ждут байбеков теперь просто фармить и ждать байбеков да друзья эта игра будет длиться еще минимум 10 минут так что не ложитесь спать не то что не ложитесь спать вы-то можете ложиться спать но игра вас не отпустит в любом случае вы будете корить себя до последнего если до своих последних дней если не досмотрите до конца ну и смейл 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 поплава пошла просто поплава я не знаю плавленный я как плавленый сырок сейчас сижу и просто уже смотрю за этой картой которая 60 минут длится ну надеюсь что все-таки все не настолько плохо ну тем не менее готовится выход отивил женился они подпушили крипов нужно телепортироваться сюда срочно всей команде вич и геминжерами шторм готовы заходить на хэгграунд готовы ломать бараки артизи должен уязать бкбшку прямо сейчас хотя из него высасывают дэмэдж нет никакого смысла артизи может сейчас умереть если айс бласт по нему попадает не попадает но все равно есть конечно же ультимативная от геномантера получается забирать с артара без байбека байбека от сатинья зря байбек фир фир тут тоже умирает фир без байбека вич и гейминг могут выиграть эту игру прямо сейчас выиграть evil geniuses но егэ останется всего лишь одно быстро 3 противостояния которое они точно уже должны будут выиграть или займут последнее место в этом турнире придется им играть против команды иммортал иммортал не самый сильный соперник так что посмотрим может быть мы еще не распрощаемся с evil geniuses но на самом деле сейчас все потихонечку близится к этому ну и без байбеков слардар без байбека конечно же варлок что ж час целый уже идет игра без 20 секунд ну и виномантер 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 с ультимейтом виномантер с аганимом и жжет очень уж больно опять же после того как он проюзает свой дэрил например он может использовать догон да это уже просто 7 слотов гейминг на виномантер ну плюс 90 золота в минуту понятное дело дает о себе знать я сейчас не удивлюсь если даже первый нетверс на карте это будет виномантер но нет это queen of pain виномантер на 2000 отстает так внизу была очередная попытка попытка от queen of pain сломать барак подкоцал все таки немного казармагов но сломать не получилось до конца go for me end separation пока что не доделал себя аганим до сих пор его делают очень все таки бедные получаются даже в этот момент суппорты ну и snake king snake king с satanic с рефрешер шардом просто неувиваемый действительно сейчас может себе рефрешер еще купить и использовать три своих ультимейта три своих ультимейта подряд между прочим и действительно это будет очень сильно да но сейчас два ультимейта на рейзере это тоже весьма весьма хорошо так вич и геймин жереми шторм раскинули смоки будут пытаться все таки команду ига цеплять будут пытаться убивать но нет не совсем поняли где находится оппонент тем более evil geniuses уже улетели на базу пока что это все пока что игра снова приостанавливается 62 минуты мы друзья с вами уже смотрим за этой игрой я не знаю какая игра была самой длинной в этом патче простой из профессиональных турниров из профессиональных игр но эта игра явно самая длинная из тех которые я в этом патче уже комментирую причем все таки полноценное бестов 3 противостояние ну что ж до следующего рошана остается примерно 10 секунд он может появиться с минуты на минуту и команде evil geniuses нужно будет нужно будет сейчас конечно этого рошана забирать если они хотят выигрывать чтобы у них было пространство 5 секунд остается до рошана и может очень вовремя чекнуть сейчас вичи гейминг джерми шторм чекают рошпит появляется рошан увидели его должны идти сразу же на рошан должны его по-быстрому убивать нету здесь фарда у команды evil geniuses ег должны понимать ег должны хоть что-то сейчас дозаподозрить они никого не видят линии подпушены ну и рошан здесь ничего не поделаешь веншвел спирит очень быстро с ним разбирается рейдзер опять же приходит ну и дэмэджа конечно хватает рошан конечно сильный ведь его ходится долго но получают второй рефрешер шарт второй сыр игроки команды вичи гейминг джерми шторм да выиграть егэ это конечно уже очень очень жестко для вичи гейминг джерми шторм так это и вообще очень хорошее достижение смогут хвастаться ну с другой стороны конечно стоит все таки напомнить да что это коллектив который играл до этого под другим тегом коллектив который играл до этого если я не ошибаюсь нет я сейчас точно не вспомню под каким тегом но подписали вичи гейминг джерми шторм их не так давно но вроде как они стали играть даже немного получше после того как их подписали нету каких-то прям супер запоминающихся имен нету каких-то опять же ну очень известных игроков но с другой стороны Явар Снейкинг Стэн Кинг я уверен что про этих ребят вы что-то уже точно слышали Рио опять же ну Рио это эдакий скажем так темный момент в плане того что не играл до этого в других профессиональных командах в большом количестве так ну а тут очередной раз Юниверс попытался прийти Юниверс попытался засплитпушить попытался сломать все-таки барак но в итоге не получилось этого сделать трофей стражника да что там по байбекам нет байбека у Тини еще примерно полторы минуты Артизи должен сейчас подфармливать себе на байбек и конечно будет у него уже по сути денег хватать и достаточно скоро нужно 700 голды еще Артизи конечно эти 700 голды должны достаточно быстро себе заработать буквально убил одну волну крипов и получил 400 так ну Артизи конечно видели понимают где он находится приходится сюда смещаться Явару но у Явара есть Тривела если что он опять же прилетит файт если что он опять же прилетит в сторону команды Evil Geniuses ну Артизи конечно улетел Артизи не стал рисковать безусловно здесь запрыгивать как-то и пытаться ломать делать миг крипов не было бы очень сильно не было бы какой-то большой необходимости опять же так Явар выцепил Артизи Артизи получается вап начинает вгрызаться Рио есть конечно же поезонного и работает уже и рефреш расстнейкинга и Артизи могут быть проблемы прямо сейчас Артизи все-таки умирает Артизи без байбека Артизи почему без байбека 25 секунд осталось 25 секунд осталось за это время сломают вичи геймин джерми шторм хотя бы тир-4 твра ну и да Артизи придется байбекаться в любом случае голем не проюзан это самое обидное потому что без варлока без голема будет подраться уже очень сложно Косумаил впрыгивает Крита здесь максимально моментально просто дизеблет гем выпадает и это будет минус трон для команды Evil Geniuses так долго играли так долго ждали байбекается сейчас уже кине он может это сделать только лишь когда у трона остается тысяча хитпоинтов и сделать тут уже мало что явно получится Снэйкинг бьет трон пытаются пытаются все-таки этот трон не дать добить но ее последнюю тычку доносит и все-таки это победа для команды Вичи геймин джерми шторм они забирают это бест оф 3 противостояние в свою пользу с счетом 2-1 и это уже второе поражение для команды Evil Geniuses да они зарабатывают много мунбаксов но к сожалению они все же не зарабатывают себе победу в бест оф 3 серии кто бы мог подумать Вичи геймин джерми шторм все же оказались сильнее Evil Geniuses ну такое ощущение что там просто уже Сумаил не хотел дальше в эту игру играть там по чату даже это в конце концов было видно ну устал устал Сумаил явно устали я думаю что и вы смотреть эту карту уже целых 65 67 минут ну и что ж 53 тысячи хера дэмаж целых нанес Сумаил действительно был очень полезен но вот у Фира все же получилось чуть поменьше у Фира 31 тысяча и действительно это не так-то уж и много мне казалось что все-таки Арктизи должен нанести здесь намного больше дэмажа ну нечем было врываться и в этом отчасти была проблема Тинника на ранних рвелах ну а Вичи геймин джерми шторм все же поздравим их поздравим этих ребят они забирают для себя свое первое бест оф 3 противостояние на этом турнире ну а мы с вами можем сейчас еще последний раз взглянуть на вот